Давайте откроем в Библии книгу Бытия, и мы начнем читать из 15 главы книги Бытия. И давайте обратимся к 13 стиху. Говорю вам, это 15 глава Бытия, один из ключевых моментов всей Библии. Прямо здесь? Да. Потому что в тот день, когда это произошло, Бог заключил кровный завет с человеком. Это действительно сильно. 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 И то, что было высвобождено в тот день, стало началом для нас. Авраам, отец нашей веры. Иисус, автор нашей веры, но Авраам стал ее отцом. И дал ей рождение. И открыл дверь для того, чтобы Иисус пришел на землю. Да. И Лерой, с того дня завета... Это сильно. Благословение, которое пришло на того человека в тот день, возрастало. Оно действовало с того самого дня. Да. И благословение Авраама принадлежит нам. А оно наше? Это было как кипящая кастрюля. Все эти годы. И она готова взорваться на этой земле. И вы, и я... Это кастрюля. Аллилуйя. Это уже готово. И мы, принимающие поколения. Давайте прочитаем 13 стих. Аллилуйя. И сказал Господь Аврааму, который стал Авраамом, «Знай», мы бы сказали это так, «Я гарантирую тебе», Иисус бы сказал, «Истина, истина, я говорю тебе истинную». Другими словами, это так хорошо, что вы не можете в это поверить. И вы должны знать, что это Бог говорит, что это есть истина. Ухватитесь. Знай, что потомки твои... Это я. Будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего. После сего. Мы потомки. Совершенно верно. Они выйдут с большим имуществом. Слава Богу. Слава Богу. Герой, прямо сейчас нам нужно иметь слово о сущности. Необходимо иметь его. Этот карточный домик... Это было как что-то такое раздутое. Просто горячий воздух. Нечто раздутое людьми. Которые пытались управлять финансами народов без Бога. И это все просто раздулось здесь, и... Все развалилось. И сейчас множество людей плачет и стонет. Напуганное. 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 Да, и вот мы здесь, в этом году. Боже мой. И нам нужно иметь что-то существенное. Да. В этом не было ничего существенного. Лерой, невозможно давать деньги в долг бедному человеку. Нет. Вы никому не помогаете тем, что облегчаете для него возможность брать деньги в долг. Но если вы облегчаете возможность брать в долг для бедного человека, вы создаете катастрофу для него и для людей, которые это делают. Потому что за этим не стоит ничего, кроме манипулирования этим человеком. Чтобы он получил больше денег от этой мирской системы и так далее. И это те же самые старые хитрые пути. И пришло время для существенного. И ты тот человек, который движется в этом году. Получив слова с небес, которые являются существенными в нашем доме, и скажу тебе, Лерой, Бог может перевернуть это все за секунды. Ему не нужно на это много времени, если вы перейдете сюда, на его пути. Я имею в виду, это уже здесь, это уже готово действовать. Все, что вам нужно, это слово от Бога. Брат Копланд и я хотим поговорить сегодня о том, что больше нет пустых рук. Господь открыл это мне в размышлении и молитве. И ключевой фактор в том, чтобы разобраться с недостатком, ограничением, остатками, займах в виде долга. Как ты сказал, просто беспорядок, но Господь может исправить это, если верующий может слышать правильное слово. Я сделал следующую пометку. Ключ к тому, чтобы больше не было пустых рук, вход в Божье финансовое благоволение. Есть способ войти в Божье финансовое благоволение, и мы будем разбирать его на этой неделе и на следующей неделе, входя в Божье финансовое благоволение. «Дух Божий сказал мне, говоря об этом месте, 13-14 стихи 15 главы Бытия, что Бог перевернёт, Он переворачивает и побеждает всякое финансовое давление или проблемы до конца вашей жизни». Послушайте это утверждение. Те, кто слушает нас, Господь сказал, что Он будет переворачивать и побеждать всякое финансовое давление или проблемы до конца вашей жизни. Мы с тобой живём таким образом уже долгое время. Совершенно верно. Но нам пришлось... Мы оба были под сильным финансовым давлением. Когда мы узнали о нем. И проблема, да. Но, Лерой, когда всё это произошло в 2008 году, финансовый кризис, единственное, почему это побеспокоило меня, это то, что это беспокоило Божий народ, и это беспокоило страну. Но я и Глория, на нас это не оказывало давление. Потому что мы, прежде всего, не находились в этой системе. Я думаю, брат Копланд, это должно было произойти. Человеческие пути потерпели поражение. Это дефективная система, и Бог пытался рассказать нам о своей надёжной системе. И соответствующее место Писания, хорошее место, Римлянам 4.21, там говорится, и будучи вполне уверен, он силён и исполнить обещанное... Вот когда он пообещал это, в тот день, верно? Он пообещал это, в 15 главе Бытия сказано, «Они выйдут с большим имуществом». Неважно, какова ситуация, Бог всегда может вывести вас, если вы следуете Его инструкциям. И это то, что мы хотим взять за образец, что люди могут взять убеждёнными, что Божий путь — самый лучший путь. Это имущество, как ты сказал, началось тогда, когда Бог проговорил слово к нашему Отцу, «Ахраам!» И теперь, вера, мы должны научиться тому, как войти в это имущество. И Господь говорит, «Нет больше пустых рук». Что Он имеет в виду, говоря «нет больше пустых рук»? Это то, что Он наполнит наши руки для определённой цели. Есть цель в том, чтобы руки верующего были полны, а не пусты. Так что мы откроем книгу «Исход», то самое местописание, «Исход», 3 глава. «После того, как Бог даёт обетование, вам нужно верить в обетование, но затем Бог должен дать вам план, чтобы активировать обетование. И здесь, в 3 главе книги «Исход», в 21 и 22 стихах, я хочу прочитать это. Я хочу сделать такое утверждение. Наполненные Божьим благоволением, вы не должны идти с пустыми руками. Когда вы наполнены Божьим благоволением, я хочу подчеркнуть, что мы говорим о Божьем финансовом благоволении. Есть финансовое благоволение, которое есть у Бога. «Церковь говорила, что Иисус спасает, Иисус крестит Святым Духом, Иисус исцеляет, Иисус вернётся снова, но одна часть упущена». Понимаете, Иисус спасает, Иисус крестит Святым Духом, Иисус исцеляет, Иисус даёт процветание, и Иисус вернётся снова. В течение веков церковь упускала эту часть Божьего финансового плана. Бог, Бог слишком большой Бог, чтобы другие планы у Него были в порядке, а финансовые не в порядке, понимаете? Когда апостол Павел был там, он написал во втором послании к Коринфянам. Они делали то же самое. Он сказал, «Вы изобилуете в вере». Верно. «Вы изобилуете в Слове, вы изобилуете в вашей любви к служению, но теперь вам нужно изобиловать также и в этой благодати, что хотя Иисус был богат, он обнищал, чтобы через его нищету вы могли обогатиться». И дальше он продолжает и говорит, «Бог же силён обогатить вас всякой благодатью». Он буквально сказал, что это приходит от благодати. Это то, что миссис Макферсон говорила, когда она провозгласила это о церкви четырёхугольного Евангелия. Есть благодати от Бога, благоволения от Бога. Он спасает, он крестит Святым Духом, он исцеляет, он царь, который скоро грядёт. На апостол Павел сказал, «Вам нужно изобиловать также и этой благодатью». Да, он даёт процветание. Понимаете, в течение веков церковь шла, но упускала эту часть. Я думаю, что это плач Еремии. Плач Еремии, он говорит, «Я забыл о процветании. Я забыл процветание». Да, да. В течение долгого времени церковь мы не можем действовать, мы не можем работать. Вот почему так много страха относительно финансов в последние несколько месяцев. Они говорят о том, чтобы спасать друга, делать то и это. «Но пришло время верующих нас, кто были рождены от Божьего Духа». Мы были рождены от Божьего Духа. Мы должны применять Слово Божье, принимать Божье обетование и высвобождать нашу веру, и не иметь никакого страха, не иметь никакого беспокойства. Это не тяжело. Всё не тяжело. Я не знаю, что тяжело. Что тяжело? Всё не тяжело, когда вы ходите в завете, когда вы действуете и работаете Божьим путём. Нет ничего тяжёлого. Бог так всё здесь спланировал, когда Он сказал детям Израиля, Он сказал, «Вы будете в рабстве 400 лет». Он сказал, «Я буду судить их». И затем Он сказал, «Но Я выведу вас с большим имуществом». Это обетование Божье. Божье имущество принадлежит нам. Проявление Божьей благости принадлежит нам. И когда я смотрю в исход, я прочитаю из различных переводов Библии, потому что все они говорят о том, что Бог не хочет, чтобы мы были с пустыми руками. В новом расширенном переводе Библии в книге Исход 3.21 сказано, «И я сделаю египтян благосклонно настроенными к этому народу, так что когда вы уйдёте, вы не уйдёте с пустыми руками». Это то, что Он сказал, «Вы не уйдёте с пустыми руками». Да. В другом переводе Библии сказано, «Я позабочусь о том, чтобы этот народ получил сердечные проводы от египтян. Когда вы уйдёте, вы уйдёте не с пустыми руками». И в расширенном переводе Библии Исход 3.21, «И я дам этим людям благоволение». Я считаю, что это финансовое благоволение, потому что это то, о чём мы говорим, о финансах и уважении. Да, Он говорил о финансах. Силы бро и золото и вещи. Да, это то, о чём Он говорит. И уважение в глазах египтян. И будет так, когда вы пойдёте, вы не пойдёте с пустыми руками. Вы не пойдёте с пустыми руками. Когда Господь проговорил ко мне об этом, Он сказал мне, «Больше не будет пустых рук». Он начал говорить со мной об этом, о том, что не будет пустых рук. Я помню, когда я впервые начал проповедовать об этом, Господь привёл меня к Иеремии 29.11 и сказал мне о своём плане. Он говорит, «Ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В расширенном переводе Библии сказано, что Он хочет дать вам процветание и ввести вас в процветание. Так что, когда мы смотрим на план Божий, Он наполнен здесь финансовым благоволением для детей Израиля. Он сказал, «Я выведу вас». Позвольте мне внимательно посмотреть эти стихи, потому что снова исход третья глава. «У Бога всегда есть план». Что я сказал? «У Бога всегда есть план». Вот Божий план. Даже хотя эти люди были рабами, и я думаю, здесь можно провести параллель, брат Коппунт, что тело Христово в большинстве своём было рабом мирской системы, пытаясь с помощью науки, делая попытки в бизнесе, в мире бизнеса, различные стратегии, даже позитивное мышление, оптимизм. Всё это хорошо, но в системе, которая терпит поражение, какую пользу это принесёт вам, если у вас нет возможности подключиться к другой системе, к системе, которая является Божьей системой. И поэтому Бог пообещал нам, что всегда, какова бы ни была ситуация, мы были избавлены. Как верующие, мы были избавлены, подобно тому, как дети Израиля покинули Египет под сильной рукой Божьей. Когда мы родились свыше, мы покинули Египет, мы родились свыше, мы покинули мирскую систему. Бог стал нашим отцом, и наш Отец хочет обеспечивать нас. Наш Отец — наш источник. Так что мы не должны поддерживать эту систему, которая удерживает нас в безвыходном положении. Мы можем выйти и войти в то, что наш Отец хочет, чтобы мы имели веру, и начать действовать с руками, наполненными для определенной цели. Вы можете оставаться там. И это образ жизни, потому что Бог обеспечил нас через Христа. Ты думаешь, разве не это увидел Давид, когда сказал, «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Сказал, «Я ищу одной только вещи. Я ищу Господь, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей». Я не хочу жить там, снаружи, я хочу жить здесь, внутри. И потом, когда он попадет внутрь, тогда Давид говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Своя проповедь обрадовала меня. Ты приготовил предо мной трапезу. Слава, слава, слава. Смотрите, «Ты приготовил предо Мною трапезу ввиду врагов Моих». И это не небесный пир. Нет. Это в присутствии ваших врагов. Это в присутствии этой системы, которая пошла задом на хорет. Он сказал, «Ты умастил елеем голову Мою». Смотрите, что он сказал, «Чаша Моя преисполнена». Мне нравится это, «Чаша Моя преисполнена». Да, если Моя чаша переполнена, это имущество. Это тоже самое имущество. Разве вы не видите, как Он сидит за столом, и Господь входит туда? Я почти взял свою кружку, и если бы не последствия, я бы вылил ее в ту кружку и просто позволил бы ей идти через края. Но получилось бы не очень обрятно. «Чаша Моя преисполнена». Он в долине Смертной Тени, место, где Бог поставил этот стол. Он проходит через долину Смертной Тени, подходит к столу полному всего, и Бог приготовил это. И Иисус подходит и говорит, «Тебе долить в твою чашу?» «Да, Господь, спасибо». Господь, Господь, Господь. Хватит, Господь. Хватит, хватит, Господь. А Господь с большой улыбкой просто продолжает наливать. Он – Бог переливания через края. Он Бог переливания через края, Бог никогда не даёт вам чуть-чуть. Я просто обрадован его проповедью сегодня. Бог есть Бог в переливании через край. Он никогда, Он никогда не перестаёт наливать. Давид сказал, «Чаша моя преисполнена». И это иллюстрация, которую ты только что показал. Он никогда, Бог никогда не перестаёт наливать. Он просто наливает. Он наливает прямо сейчас. Подставьте чашу под поток. О, Лерой! Подставьте чашу под поток. Потому что Господь всё ещё изливает. Господь всё ещё изливает. И всё то, что происходит в этой системе, нам не нужно иметь духа, страха, потому что Господь всё ещё изливает Своё финансовое благоволение. Так что Бог запланировал. Божий план всегда в том, чтобы дать процветание Его народу. Неважно, какова ситуация, но мы должны понимать Божий план. Нет больше пустых рук. Нет больше пустых рук. Мы смотрим на этот стих, мы смотрели в Искотт 3.21. Давайте посмотрим 22 стих, потому что это продолжается в нём. Это говорит нам, что произошло. Он говорит, «И дам народу этому благоволению в глазах египтян». Это чудо прямо здесь. «И будет так». «И будет так». В этом нет никакого сомнения. «И будет так, когда пойдёте». Теперь мы знаем, что значит «не с пустыми руками». «Пойдёте не с пустыми руками», потому что в расширенном переводе сказано, что «вы пойдёте не с пустыми руками». Это указывает назад, на пятнадцатую главу Гуде. Именно тогда Бог пообещал, что Он сделает это. Вы помните, как Он говорит, «Я выведу вас всех». Да? Да, Он пообещал. Он сказал, «Я выведу вас с большим имуществом». И теперь Он дал свой план о том, как это произойдёт. И есть люди, которые смотрят нашу передачу, брат Коплинг, которые думают, что для Бога невозможно вывести их из их ситуации. Но если вы возьмёте эти два местописания и соедините их вместе, нет ничего невозможного для Бога. Бог изольёт своё благоволение на вас посреди засухи. Когда Бог изливает своё благоволение, по всей Библии там был голод. Но когда Бог изливает своё благоволение, у голода нет никаких шансов. Бог всегда выводит свой народ. И у Бога есть так много способов. Я сам видел несколько. Но у Него есть так много путей, чтобы благословить вас, если вы позволите Ему благословить вас. Я говорю, что Дух Божий в 22 стихе Он сказал. Он сказал им, как сделать это. И в том, что Бог сказал им сделать, не никакого смысла. И в этом вся проблема. Вам нужно подняться над вашими чувствами и действовать и работать финансово в Духе. И существует финансовое помазание. Смотрите, Бог делает вещи, противоположные мировой системе. Посмотрите на 22 стихе. Он сказал, «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме её вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших и обберёте египтян». Ограбите их. У них не было выбора. У них не было выбора. Бог сказал, «Когда моя рука на вас, и когда вы ходите в моём плане, у системы нет другого выбора, кроме как позволить вам иметь то, что я говорю». Знаете, это немного задевает вас, когда он говорит, «Попросите у вашего соседа». Он не говорил о том, чтобы брать в долг у этих людей? Нет, 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 конечно. Нет, это такой оборот речи в английском, и вам не нужно. На самом деле, это то, как Господь сказал мне однажды. Он сказал, «Иди и скажи этому человеку, что Господу нужно это». Господу нужно это. Господу нужно это. В действительности, это переход богатства. Да, это то, о чём мы говорим. Да. Слава Богу. Переход богатства. Слава Богу. Аллилуйя. Наше время подошло к концу. Как это получилось? Кажется, что прошло две минуты. О, Господь. Позвольте мне кое-что вам сказать. Это коснулось меня. Я знаю, что это коснулось вас. Подставьте вашу чашу под поток. И позвольте мне сказать вам следующее. Мы с Лером вернёмся через минуту, я хочу оставить вам это. Обеспечение уже есть. Поднимите ваши глаза с того, что упало, и посмотрите на того, кто был воскрешён. Он воскрес. И Он ваш Господь. И Он восполнит ваши нужды прямо сейчас по богатству своему в славе. Люди спрашивают, брат Коплан, что ты думаешь обо всём этом финансовом кризисе, беспорядке, о фондовом рынке и так далее? Если бы не молитва за моих партнёров и молитва за страну, я бы вовсе об этом не думал. Потому что это не повлияло на наши сгоре жизни. Это очень слабо повлияло на это служение. Потому что более 42 лет назад мы, слава Богу, отошли от этой мирской, вавилонской, неправильной, ненуждающейся в Боге системы. И мы перешли в благословение Авраама. Да. И это было... Мы тогда этого не знали. Я мог сказать, что это было самым лучшим, что я когда-либо слышал. Но у меня не было никакого представления. И Бог начал говорить к нам. Менее чем за три месяца с того времени, когда мы действительно начали ходить верой. В самом деле, меньше, чем через шесть месяцев с того времени. Он впервые сказал, «Я хочу, чтобы вы не оставались должны никому ничего, кроме братской любви. Выбирайтесь из долгов. Выбирайтесь из долгов. Верьте мне до этого». И я подумал, «Как вообще это возможно сделать?» И нам пришлось научиться. Да. Но, Лерой, дело в том, что мы выбрались из этой системы, из этой мирской системы. И через несколько лет я начал видеть, что Бог хотел, чтобы тело Христово сделало. Чтобы оно выбралось оттуда. «Выбирайтесь оттуда сейчас!» И Бог кричал об этом. И что произошло? Большая часть тела Христово сражалась против нас в этом. И я возвращаюсь в мыслях к этому. Я думаю о том, что бы произошло, если бы они сказали, «Брат Копланд, брат Томпсон, мы войдем в это с вами. Научите нас, как это сделать. Мы хотим стать сильными в этом. Потому что приближается время, когда имущества должно стать много. И нам нужно быть там, потому что Бог нуждается в нас. И мир будет нуждаться в нас, когда придет такое время». Но нет. И я не говорю это с обидой, потому что люди просто не знали ничего лучшего. Нас так долго учили. А нас так долго учили неправильно, что это просто укоренилось во всем, что мы делали. Когда приходит истина, они борются с истиной, потому что она не звучит. Она издает не тот же самый звук, который они слышали в течение столь многих веков. Я часто задаюсь вопросом, «Что произошло с тем богатством, которое у них было в Ветхом Завете?» Даже когда мы приходим к книге Деяний, куда делось всё это богатство? И затем Павел начал проповедовать об этом, чтобы вернуть это. Павел сказал, как ты говорил вчера, «Вы должны изобиловать также и этой благодатью. У вас есть поклонники и прославляющие, ходатари и есть молящиеся. Также обетование Божьего благословения несёт благоволение Божье для нас, чтобы мы были финансово стабильными и благословенными». Я подумал, когда ты пару минут назад говорил о служении многим людям, которые смотрят эту передачу сейчас, вот есть два свободных от долгов человека, которые научились из обетований Божьих применять принципы Божьи. И это не произойдёт за одну ночь. Но если вы начнёте применять эти принципы, Бог проявит свою свободу от долгов, и у вас будет... Вы сможете сказать, как Давид, «Чаша моя преисполнена». Да, ещё не слишком поздно. Нет, не слишком поздно. Потому что кое-что происходит в мире, и то, что происходит с ними, не значит, что для нас уже слишком поздно. Слишком поздно становится в том случае, если вы не принимаете это и не ходите в этом, тогда одним утром вас это застаёт врасплох. И тогда у вас проблемы. Слишком поздно, да? Но то, что происходит с этим миром, не значит, что всё слишком поздно для нас. Слава Богу! Это обетование. Это обетование от Бога в книге Бытия. Я не буду к этому возвращаться. Мы рассматривали это вчера. Но Бог сказал, что Он выведет нас с большим имуществом. И я цитировал Римлянам 4.21. Я хочу обратиться к нему сегодня, потому что это ключевой стих для получения обетований от Бога. Система постарается сказать вам, что обетования Божьи не работают, но мы оба, я и брат Копланд, можем сказать вам с доказательствами, что Божье Слово будет работать, если вы применяете его. И здесь Он говорит нашему отцу Аврааму. Авраам верил Богу об обещанном ребёнке. И Он сделал это утверждение, записанное здесь, в Послании к Римлянам 4.21. Я думаю, что это мощное местописание. И будучи вполне уверен, что Он силён и исполнить обещанное. Да. Я обычно смотрю на три слова. Я смотрю на слова «уверен», «обещанное» и «исполнить». Мы читали вчера о Божьем плане для детей Израиля. Мы читали, что Бог запланировал вывести её, и что они не должны были выйти с пустыми руками. У Бога есть точно такой же план для вас. Многие верующие, многие люди, которые смотрят эту передачу, вы любите Бога всем своим сердцем, вы отдаёте десятину, вы жертвовали, но кажется, что вы не можете сводить концы с концами так, как необходимо. Но прежде, чем закончатся эти две недели, мы хотим, чтобы вам стало ясно, что ваши руки никогда больше не будут пустыми. Когда вы применяете Божью систему, верите в Божье обетование и двигаетесь в плане Божьем, Божье благоволение, Божье финансовое благоволение позаботится о том, чтобы вы никогда не были с пустыми руками. И не забывайте это местописание в Еремии 29.11, где он говорит, что Бог даст вам будущность и надежду. Какова цель того, чтобы чадо Божье не было с пустыми руками? Очень часто это послание заглушается тем, когда к людям приходит идея, что это просто материалистическое послание о том, как загребать деньги, как заполучить богатство. Но у этого есть цель. И я хочу разобраться с этой целью, потому что у Бога всегда есть цель, когда Он даёт обетование. И эта цель находится... Я хочу снова посмотреть книгу «Исход». Я хочу посмотреть 23 и 34 главы. Есть два стиха. «Исход» 23.15 и 34.20. И мы будем разбираться здесь с тем, почему Бог не хочет, чтобы у меня или у вас были пустые руки, будучи Его чадом. Какова цель того, чтобы руки больше не были пустыми? Какова цель того, чтобы руки были наполненными? И Слово Божье конкретно говорит здесь, в 23 главе книги «Исход». Это покажет вам, почему Бог не хочет, чтобы ваши руки были пустыми. Исход 23.15. «Наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб». 23.15. «Как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в Оном ты вышел из Египта». Вот это утверждение. Брат Копон, когда Господь говорил мне об этом в конце 15 стиха, Он говорит, «И пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками». «Соединяя эти две вещи, я выведу вас, и не будет пустых рук. Вы уйдете не с пустыми руками». И теперь мы видим, почему цель. Потому что Бог хочет, когда мы явимся, пред Его лицо. «Но мы не были с пустыми руками». «Я забегаю немного вперёд, потому что меня восхищает мысль о соединении этих двух вещей». Он сказал, «Я выведу вас, ваши руки не будут пустыми». Затем Он говорит здесь, «Я не хочу, чтобы вы являлись передо Мною с пустыми руками». Бог не может благословить нас, Он не может проявить Себя для нас в финансах, если мы приходим к Нему с пустыми руками. Поэтому Бог — это то, как Он сказал, Он даёт всеми сеющим им. Бог вкладывает что-то в наши руки, чтобы активировать что-то, что Он хочет, чтобы мы имели. Должна быть связь, верно? Должна быть связь. Так что нет больше пустых рук. Он сказал, «Вам не нужно уходить с пустыми руками». Он сказал, «Я не хочу, чтобы вы приходили передо Мной с пустыми руками, потому что, если вы приходите с пустыми руками, некоторые вещи, в которых я хочу обойти систему этого мира, в моём мире, в моей творческой способности, из моего источника снабжения, вы можете обратиться к моему обеспечению, если у вас есть что-то в руках. Когда вы приходите передо Мной, когда у вас есть что-то в ваших руках, я могу умножить, я могу дать дрос тому, что в ваших руках». Так что я вкладываю это в ваши руки, чтобы это было у вас. Когда они пришли к Нему и сказали, «У нас недостаточно денег, мы не можем накормить этих людей». Он сказал, «Что у вас есть?» О чём пророк спросил женщину? Она была так глубоко в долгах. Её муж умер, и она была в беде. Они собирались забрать её детей. Он был служителем. Он был служителем. Да. Собирались забрать её детей у неё, и Он сказал, «Что у тебя есть в доме?» Должна быть где-то связь. Что-то для соединения. Аминь. Иисус помазан, чтобы принять это что-то. Он первосвященник по чину Мелхиседека. Аллилуйя. И здесь десяти наберут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живёт. Он помазан... Слава Богу. То, как Мелхиседек был помазан, чтобы принять десятину Авраама. Он помазан, чтобы принять нашу десятину. Это не для того, чтобы он мог получить деньги от нас. Это для того, чтобы он мог принести это. Нам. Ему нужно иметь соединение здесь. Потому что всё по вере. Да. Боже мой. Понимаете, долг — это причина, почему последние три или четыре месяца мы проходили через такое. Проблема в долге. Люди пытаются жить долг, люди пытаются жить по кредитным карточкам, и всё просто становится хуже, хуже и хуже. Это раздувается. Да, это раздувается. Как мы говорили об этом вчера, я просто раздувается, но в этом нет никакого имущества. Нет. И когда это разрушается, это просто... И там ничего нет. Если это то, что вы использовали, то, чем вы жили, в этом нет ничего. Но когда вы, когда у вас есть это, я слышал, как Господь сказал это, я проповедовал в Фейтвилле, в Северной Каролине, там было много военнослужащих. Фактически, это было собрание специально для них. Но затем, этот фондовый рынок, это был октябрь 2008 года, когда всё это безобразие началось. Я слышал, как Господь... Это было почти как крик внутри моего духа. Скажи им, отдели десятину с чего-нибудь. Десятину с чего-нибудь. Слава Богу. Он не говорил о пожертвованиях. Он сказал, отдайте десятину с чего-нибудь. Я спросил Господь. Он сказал, скажи им, отдай десятину для будущего. Десятину. Он сказал, посмотрите дома, найдите что-то и принесите это перед Господом Иисусом и отдайте Ему это как десятину и войдите в это благословение. Сделать это сейчас, сделать это быстро. Это то соединение. Это соединение, знаете? И те, кто слушают эту передачу, чтобы победить этот страх, это происходит по всему миру. Вам нужно сеять. Нет никакого другого способа обойти это. Знаете, по благодати Божьей и по милости Божьей я должен сказать людям истину. Вы не можете приходить пред Богом с пустыми руками. Вы сеянием прокладываете ваш путь из этой ситуации. 26 глава книги «Бытия». Это был такой голод, как никогда раньше. Исаак сеял во время засухи и получил во сто крат. И Бог сказал ему, не уходи, не подскакивай, не беги. Не убегай в Египет. Не паникуй. Стой спокойно, но отдай что-то в качестве десятины. Бог может работать в любой ситуации. Аминь. Я говорю к вашему сердцу, к тем, кто слушает. Моё сердце сострадает тем людям, которые в финансовых затруднениях. Люди, которые действительно любят Бога. Герой, мы с тобой были в таком состоянии. Это ужасно. Я был в таком состоянии, когда я часами лежал на полу и плакал. Это ужасно. Просто хотел спрятаться ото всех. Все били меня, хотели, чтобы я заплатил, но у меня не было денег заплатить. И всё такое. Это ужасно. Беспощадные люди просто рвут вас на части. Да. Да. Но теперь всё иначе. Есть две вещи. Когда ты говорил, когда ты говорил вчера, я услышал два слова. Ужасно. И прекрасно. Это ужасно. Ужасно с одной стороны. И прекрасно с другой стороны. И прекрасно с другой стороны. И есть прекрасная сторона для каждого, кто слушает нас. Есть прекрасная сторона ваших финансов — использование принципов Царства и следование Завету. Я заметил вот что. Когда Бог говорит что-то более одного раза, Он пытается подчеркнуть это, пытается донести мысли, чтобы её поняли. Давайте снова посмотрим Исход 34.20. И снова Он говорит то же самое. Он не хочет, чтобы мы являлись перед Ним с пустыми руками. Книга Исход 34.20. В последней части стиха сказано, «Пусть не являются пред лице моё с пустыми руками». Я сделал пометки об этом. И причина, опять же, я хочу сказать это и подчеркнуть, что Бог не хотел, чтобы мы приходили перед Ним с пустыми руками, потому что Он хочет, чтобы наши руки были наполненными, чтобы Он мог использовать наши руки, чтобы вести бизнес здесь, как распорядители на земле для него. Я только что думал об этом. Когда ты говорил об этих вещах, вы просто не можете не задуматься. Да. У меня ничего не было, но я был в месте веры, потому что я послушался Бога и поехал в университет Урл Робертса, и я был там студентом. И я слышал, как брат Робертс проповедовал это послание о партнёрстве. И я подумал, это самое лучшее предложение, которое я только слышал в моей жизни. У меня не было ни цента, ничего. И не было ничего ни дома, ни в банке, у меня не было счёта в банке. Понимаю. Не было ничего, и я собирался положить пуговицу, или что-то оторвать от рубашки, воротник или ещё что-то. Я должен положить что-то в эту корзину для пожертвования. И я положил этот маленький деревянный карандаш, тот конверт, и я заполнил обязательства на 10 долларов в месяц. И я положил карандаш туда, в конверт. И потом меня кто-то позвал, «Эй, эй, ты!» «Я?» «Да, ты, подойди сюда!» Я подошёл, и одна женщина сказала, «Господь всё это собрание говорил мне дать тебе 10 долларов». «Понимаете?» «Он?» «Что такое 10 долларов?» «Я имею в виду, на что вам их хватит?» «Вы шутите?» «Это отправило меня в 43-летнее путешествие». «Разве это не здорово?» «Это началось прямо там». «Аллилуйя!» «Но Бог вложил что-то в мою руку». И всё, что я должен был сделать, это сказать, «Бог, мне нечего положить туда». «Я взял этот карандаш, положил туда, и у него уже была та женщина на готове, чтобы давать». «Я догнал того служителя, достал конверт, вынул карандаш, положил его в карман, а в конверт положил 10 долларов, я партнёр в эту...» «А если бы она не сделала?» «Если бы она не поступила согласно этому?» «Всё стало бы только хуже». «Ты бы не сидел здесь сегодня?» «Я бы не сидел». «Но это было, это была отправная точка». «Вот когда это началось, прямо тогда». «И затем ты сказал что-то о партнёрстве, потому что ты становился партнёром брата Робертса, верно?» «Это также одна из причин, почему ты сидишь здесь сегодня. Мы оба сидим здесь сегодня. И я всегда, всегда думаю об этом. Даже когда я с тобой, брат Коппунт, я научился так многому у тебя. Ты научил меня, когда я впервые оставил традиции. Но я всегда думал об этом. Закон ассоциации, партнёры. Когда вы становитесь партнёрами со служением, всякое благословение, которое есть на том служении, всякое благословение, которое есть на том служителе, оно становится доступным вам. По закону ассоциации. Если вы стали партнёром с кем-то... Кто насмехается над этими вещами? Да. Вы стали партнёрами с их проклятием. Да, это верно. Совершенно верно. Я имею в виду... Всё ещё тот же самый закон. Да, вы должны следить за этим. Вы действительно должны следить за этим. Ваша мама пыталась сказать вам это, когда вы были маленькими. Мы пытались говорить детям. Глория просто была восхищена. Она вошла туда с улыбкой на лице, и Джон ещё был просто ребёнком. И он впервые столкнулся с этим. И он вернулся домой, и кто-то сильно его подвёл. И он сказал... Говорю тебе, этот парень... Глория сказала, я пыталась сказать тебе это последние три года. Слушай свою маму. Аминь. Даже ещё тогда. То есть ассоциация, значит всё. Ассоциация и партнёрство. Это основано на пятой главе Евангелия от Луки, когда лодка Петра начала тонуть. Первый человек, к которому он обратился, был его партнёр. И те люди, которые в партнёрстве с вашим служением, им нечего бояться, потому что ты проложил путь. Просто держитесь за ваше партнёрство. Просто слушайте передачи. Продолжайте делать то, что вам сказали делать, и всё будет хорошо. Я просто хочу... Я хочу остановить страх перед тем, о чём говорят в новостях. И что различные люди говорят? Что произойдёт? В Египте была тьма, но в земле, где Сэм, был свет. Бог всегда заботится о своих детях. Так что вы просто должны... Божье обетование... У вас есть Божье обетование. Мы просто читаем одно. Есть много обетований. Затем у вас есть Божий план. У вас есть Божьи принципы. И затем в книге Руф 2.16 мы смотрим на третью вещь, причину, почему Бог сказал, «Никогда не приходите ко мне с пустыми руками». Нет больше пустых рук. Мы видим два раза. Мы видели в Писании Исход 23.15 и Исход 34.20. Причина, почему Бог не хочет, чтобы у нас были пустые руки? Он не хочет, чтобы мы приходили к нему с пустыми руками, чтобы Он мог сделать для нас то, что Он жаждет сделать, когда у нас есть семя в нашей руке. Днига Руф 2.16 сказано, «Дай от снопов, откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните её». Баос сделал это для Руфи, потому что Руфь посеяла хорошее семя для Ноэми. И вот у нас снова есть финансовое благоволение, потому что эта женщина вышла в поле и подбирала колоссия. Но хозяин сказал, «Оставляйте ей полные горсти специально, оставляйте ей специально. Другими словами, не дайте ей идти за вами и быть с пустыми руками. Вложите что-то в её руку». Оставляйте что-то. Вложите что-то в её руку. Оставляйте что-то для неё, чтобы было у неё в руке. И это ещё одно финансовое благоволение от Бога. Божья цель того, чтобы ваши руки были полными в том, чтобы вы могли быть под Его юрисдикцией, в Его порядке, Его покровом, и исполняли Его дела на земле. Нет больше пустых рук. Ещё одно, четвёртое, что я хотел бы сказать слушателям, это то, что процветание — это божественная, отличительная черта распорядительства. Очень важно, чтобы вы слышали это. Процветание — это божественная, отличительная черта распорядительства. Если вы видите кого-то, ходящего процветания в Слове Божьем, оно пришло через их распорядительство. Так что Матфея 25, 21, когда мы читаем это, Бог показал мне эти вещи. В Евангелии от Матфея 25, 21 сказано, «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю». И затем, в последней части этого стиха сказано, «Войди в радость Господина твоего». Мы с Глорией говорили об этом вчера. «Войди в радость Господина твоего». Это... Это то, в чём мы находимся. Даже финансово. Да. Войдите в радость. Молодой человек привлёк наше с Глорией внимание. Он в служении не очень долго. Но она сказала, «Говорю тебе, с тех пор, как этот молодой человек появился, он посвящён, и он целеустремлён, и он выполняет работу». Я сказал, «Да, он действительно это делает». И затем она сказала что-то, что просто эхом отзывается в моих ушах. Она сказала, «Разве не удивительно, как усердие человека перед Господом влияет на твоё мнение и заметно в твоих глазах». Я подумал, «Это то, что ты только что сказал, распорядительство человека перед Богом». Да. Говорю вам, «Это попадётся на глаза начальнику». Это будет заметно людям вокруг вас. Они позовут вас и захотят, чтобы вы помолились. Совершенно верно. Будут такие люди, которые должны быть вашими начальниками, которые будут приходить к вам и говорить, «Что ты думаешь об этом?» «Потому что повышение приходит от Господа». Есть фраза «Именно для такого времени». Это просто действует в моём мышлении. Когда я пожал тебе руку, я услышал, что Господь говорит это, что Он собирал и соединял нас с тобой вместе годы и годы. Благодарение Богу. И годы тому назад. Именно для такого времени. Чтобы развить в нас то, что вам нужно знать, чтобы быть готовыми и постоянными. Когда такие вещи, которые мы наблюдали последнее время, в течение долгого времени, но в конце концов, это обрушилось на всех. Именно поэтому Лерой сегодня здесь, чтобы делиться с вами теми вещами, чтобы подключить вас, сделать вас сильнее. Неважно, если вы жили верой так же долго, как и мы. Мы нуждаемся друг в друге. Да. И ты приезжаешь на эту передачу, и ты возгреваешь меня. Хвала Господу. Хвала Господу. Я имею в виду, мы все стоим вместе, и тело Христово стоит вместе. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Мы самый худший кошмар дьявола. Да. 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 И многое из того, что мы говорим, пророческое, оно пророческое. Да. Во второй книге «Паральпомино 20.20» в одном из переводов сказано, «Верьте Господу Богу вашему, и вы будете утверждены. Верьте пророкам Его, и вы будете процветать». И мы говорили о том, что процветание является отличительной чертой распорядительства. 25 главе Евангелия от Матфея, мы посмотрим на это снова. Мы говорили об этом обетовании, мы говорили о плане, мы говорили о цели. И сейчас мы говорим, что процветание — отличительная черта распорядительства. Это не произойдёт с вами автоматически. Но если вы возьмёте принципы и истины, которыми мы делимся с вами сейчас, и которыми мы делились с вами раньше, возьмёте книги, кассеты, диски и прослушайте их, вы можете убрать страх из вашего дома, страх из вашего разума, страх из вашего сердца, страх из вашего дома, страх из вашей семьи. И это хорошее время, чтобы испытать Слово Божье и начать действовать в этих принципах. и чтобы быть хорошим свидетелем, Лерой. И чтобы быть хорошим свидетелем. Мир нуждается. Им нужно то, что обеспечил Иисус. Им нужно иметь это, или они умрут. почитать Бога. У меня нет страха перед системой тем, что происходит, потому что, за неимением лучшего слова, я божественно запрограммировал мой дух верить Богу. И я видел слишком много проявлений на различных стадиях, в тяжёлых местах или тяжёлых ситуациях, с которыми Бог разобрался, когда я применял Его Слово. «Я могу дать вам божественную уверенность тем, кто смотрит эту передачу, как женщина, сын которой умер, но она получила Слово от Господа, и это Слово говорит». Когда ей задавали вопросы, она говорила, «Хорошо». Подобное произошло со мной. Моё тело было атаковано, я испытывал боль. Я думаю, я должен поделиться этим. У меня были боли, очень много симптомов, и я молился в Святом Духе об этом. И я сказал, «Господь, знаешь, я пойду и проверю это у доктора, я сделаю это». И я услышал эти слова, «Этого там нет». Что бы враг ни пытался мне сказать, Господь сказал, «Этого там нет». Так что всякий раз, когда эта боль возвращалась, я говорил вслух, «Этого там нет». Это не имело сущности. Не имело сущности. Это было какое-то лживое ощущение. Именно это происходит сейчас для вас, как для чада Божьего, как для верующего, который слушает эту передачу. И если вы не верующий, вы можете принять Христа сегодня и быть рождены свыше. Пригласите Иисуса прийти в ваше сердце. Но верующие, которые слушают нас, я говорю вам, для вас этого там нет. Что я говорю? Я говорю, что это там для тех, кто не знает, что делать. Но для нас, кто знает, что делать, Бог обеспечит. Он всегда обеспечивает. Поэтому в Евангелии от Матфея, в 25 главе, я хочу снова прочитать этот стих, 21 стих, и затем я перейду к другому стиху, Матфея 25, 21. Потому что мы говорим о том, чтобы быть верными в малых вещах и становиться управляющими многими вещами. Я читал это место Писания сотни раз, и мне это нравилось, я восклицал об этом. Но потом Господь остановил меня в этом месте Писания. Когда я говорил, что процветание — божественная отличительная черта распорядительства, Господь говорит, если ты будешь верен, я переведу тебя от просто верного к управляющему. Другими словами, у тебя будет достаточно откровения в моём слове, чтобы твоя вера стартовала в любую секунду, когда ты увидишь что-то, что ты должен применить в моём слове. Это то, что он сказал. Так что будьте верными от верности к управлению. Другими словами, финансы больше неправедны. Я управляю финансами. В Матвея 25, 14 сказано, «Ибо Царство Небесное подобно тому, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё». В 15 стихе сказано, «Этот 15 стих преподал мне важный урок. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один». Вот последнее утверждение в 15 стихе. Или предпоследнее утверждение, когда он начинает, «Каждому по его силе и тотчас отправился». Эти слова по его силе. Вы поднимаетесь на разные уровни по мере вашего роста. Мы прошли это, когда вы растёте. И на какой бы стадии вы ни находились сейчас, просто продолжайте развивать себя, продолжайте доверять Богу и искать Божьего благоволения. Когда Бог говорит вам что-то, Он всегда даёт вам инструкции. От книги Бытия мы говорили об имуществе. Мы пришли к книге Исход. Он сказал им, как он собирается сделать это. Он сказал им попросить. И ты подчеркнул, что это не одалживание, приводящее к долгам. И я сказал тебе, что одалживание, Он сказал израильтянам взять взаимую у их хозяев. Это даже не работы. Раб, одалживающий своего хозяина. Он выгонит вас из дома. Но Господне благоволение было на них. И точно так же, когда Господне благоволение есть на вашей жизни. Никто не может остановить вас. Но Бог дал инструкции. С Божьим благословением всегда приходят инструкции. И вы можете иметь инструкции, вы можете услышать инструкции. Но если вы не следуете инструкциям, вы позволяете страху или чему-то ещё увести вас в сторону от исполнения того, что Бог сказал делать. Проявление не произойдёт. Знаешь, Лерой, это тоже просто пришло мне на ум прямо сейчас. Мир пытается делать это. Но они пытаются заставить этого человека вкладывать что-то в их руки. Но они не заставляли своих соседей. Благоволение Божие было на них. Всё, что они сделали, они просто пошли туда и постучали в дверь. Постучали. О, я надеялся, что ты зайдёшь. Я думал о том, чтобы... И они просто начали делать это. Им не нужно было идти туда и заставлять того человека. Я был вашим рабом все эти годы, вы плохо обращались со мной. И так далее, и тому подобное. Отдайте мне ваше золото. Нет. Благоволение Господа было на них. Благоволение Господа было на них. Они пошли туда, постучали в дверь, и те просто начали... Да. Потому что Бог работает с обеих сторон. Да. Он произвёл это. И всегда нужна вера, чтобы делать то, что Бог говорит вам делать. Всегда. Потому что, естественно, они ни в коем случае не собирались просить украшения. Они спорили. Мы не пойдём. Да. Я не пойду туда. Да. И женщины были теми, у кого было достаточно веры, чтобы пойти и сделать это. Обычно у них есть вера. Да. И Бог... Я думаю, что часть проблем не соблюдение инструкции. Я думаю, что многие, многие из тех, кто слушает нас сейчас, Бог дал им инструкции уже на этот час. Это... Это необыкновенные инструкции. Знаете, все инструкции, которые мы выполняли, совсем необыкновенные. Бог просто говорит вам делать что-то. Так что я говорю вам сегодня, не бойтесь, смотрите, когда мы стремимся к Божьему благоволению, Бог поместил своё благоволение в наши жизни. Но мы должны стремиться к Нему. Давайте сейчас откроем 12 главу книги Исход. Потому что теперь, следуя Божьим инструкциям, проявление может произойти. И не важно, как это выглядит или с кем вы имеете дело. Разве ключевой стих, Лерой, в 25 главе Евангелия от Матфея, 21 стих, разве ключевые слова там не такие? Хорошо, добрый и верный раб. Да. Поэтому здесь задействована вера. Да. Здесь есть связь с Богом. Всегда. Вы были верны. Верны. Вы сделали первое, что я сказал вам. Вы следовали в инструкции. Вы сделали это верой. Теперь я поставлю. Для меня это ключевой стих во всём этом. Конечно. Я поставлю. У меня есть вера. Он тот, кто производит это. Да. У меня есть вера. Он производит это. Это не добавляет смысла. Это добавляет веру. Производит веру. Слово производит веру, но он заставляет это происходить. Да. Над многим тебя поставлю. Точно. И это то, что происходит. Когда вы начинаете верить Богу, и у вас есть вера и упование, и уверенность в Боге, вы начинаете действовать как управитель. потому что вы знаете, что Слово работает. Да, и вам не нужно заставлять это происходить. Нет, 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 нет. Вам просто нужно слушаться Его. Просто слушаться Бога. Точно так же, точно так же, как ты только что объяснил, точно так же. Когда они пошли одалживать, одалживать драгоценности. Он заставил это произойти. Да, он заставил это произойти. Вот ещё одно. Я упомянул это, потому что я помню, как я изучал это. И я рад, что это было упомянуто. Чтобы мы могли видеть это. Мы говорим о всех чудесах, которые произошли в Египте и забыли это чудо. Мы говорим о мухах, жабах, саранче, граде, воде, которая превратилась в кровь, о мёртвой рыбе, о смерти первенцев. В 104-м псалме, Псалом 104, 37-й стих, там сказано «И вывёл израильтян серебром и золотом». Это чудо перечислено вместе с остальными. Но никто, я не слышал, чтобы кто-то упоминал его с другими чудесами. Это также было чудо, что они могли прийти к тем людям и одолжить, и те давали им с благословностью. И они ушли, обобрав их. Они одалживали у них и обобрали их одновременно. И они даже не знали об этом. Я имею в виду, они в то же самое время обобрали их. Они ограбили египтян. И дело в том, что когда они пришли, когда мы приходим к Черному морю, я покажу вам, почему это другой тип одалживания. Когда мы приходим к Черному морю, когда Бог сказал Моисею простереть этот жезл, и дети Израиля перешли в Черное море, люди, у которых они одалживали, погибли в Черном море. Да. Так что они не были должны никому ничего. Аллилуйя. Именно таков Бог. Это сверхъестественное устранение долга. Именно так Бог действует. Но Он взял то, что уже было Его. Да. Это то же самое. Здесь действует местописание. То же самое. На Земле, прямо сейчас, когда говорится, умножающий имение свое ростом или лихвою, а это проценты, которые вы не можете заплатить из-за жадности кредитора. Хорошо. И намеренно дает в долг человеку, который не может вернуть, так что он получает деньги того человека, а затем он получает назад свою собственность. Я вернул себе свой дом, и я получил также твои деньги. Можешь идти дальше. Да. Умножающий имение свое ростом и лихвою. Вот вы используете бедного человека, вы превращаете его в раба, и вы делаете на этом деньги, а раб не получает ничего, кроме плохой еды. Ростом или лихвою соберет его для благотворителя бедных. Для тех, кто будет слушать Бога и учить и обучать бедного человека, как выбраться из этого. Как не оставаться бедным. И это то, что мы делали все эти годы. Как выбираться из этого. Как выбираться из этого. Да. Как выбираться из этого беспорядка. Это то, что происходит прямо сейчас. Происходит переход богатства. Это происходит прямо сейчас. Если вы являетесь человеком 25-го. Совершенно верно. Это то же самое. Это то, что произошло там, в Египте. Произошел переход богатства. И те египтяне не могли остановить это. Они не могли остановить это. Знаете, переходы, переходы богатства никогда не происходят в хорошие времена. Не происходит. Если вы посмотрите, я изучал Писание, изучал все переходы богатства. Когда Авраам получил свой переход. Все переходы. Исаак получил свой переход. Всегда казалось, что это плохое время. Голод. Да. Финансовые бедствия, кризисы, потопы, жуки, ветер, что угодно. Так что это не будет хорошо звучать для вашей плоти, но хорошо для вашей веры. Для вас. Это один из самых лучших моментов вашей жизни. Потому что теперь вы можете видеть, что система, сверхурочная работа, работа на двух работах, от чего бы вы ни зависели, разваливается. И теперь вы можете перейти в реальность откровения Слова Божьего. И оно будет работать каждый раз. Это будет работать каждый раз. Вы оказываетесь в этом месте, где я так жажду быть, где вы можете сказать Богу, в любом месте, в любое время, для кого угодно, для чего угодно, где бы ни был голод, Господь, пошли меня. Да. Я пойду туда и сделаю все, что ты скажешь, чтобы разрушить это. Ты не хочешь голода ни для кого. Верно. Где бы ни было бедствия, пошли меня. Боже мой. Пошли меня. Все, что ты даешь в мои руки, я использую это, чтобы прекратить это. Я соглашаюсь. Чтобы убрать это. Я соглашаюсь, да. 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 Вы оказываетесь в таком месте. Где это поглощает ваше мышление. Потому что вы никогда не видели, как Бог двигается так, как Он двигается посреди этого. Я помню, когда я встал, я прошел мое богатое место. Я прохожу пять километров в день. Я проходил третий километр, и я услышал голос Господа, говорящий мне это. Лерой, не занимай мое место. Я схватился за живот. Я сказал, Господь. Я спросил, как? Как я займу твое место? Он сказал, только потому, что я привел тебя в мое богатство. Ты не можешь давать в каждую ситуацию, где ты видишь нужду. Он сказал, то, что ты хочешь делать, каждый человек, он сказал, то, что ты хочешь сделать, это украдет у этого человека возможность познать меня так, как ты знаешь меня. Да. И то, в чем люди зациклились на пособиях, на подачках, на государственных дотациях, и они превратили это в образ жизни. Да. И теперь это разваливается. Да. И что вы будете делать? Действительно, понимают они это или нет? Они сделали федеральное правительство Богом, потому что оно было их обеспечителем. Но разве это не то, чем является вся вавилонская система? Хам и Иофет начали это. Они были благословлены. Бог благословил Ноя и его сыновей. Да. Сима, Хама и Иофета. Сим остался в этом, но Хам и Иофет, нет, они оказались... Их потомки оказались в Вавилоне, говоря, нам не нужно благословения, мы восполним наши нужды без Бога. И это та система, которая есть там, снаружи. И если вы зависите от нее, не зная этого, вы приходите к идолопоклонничеству, вы приходите к жадности, просто потому, что вы следуете этому. Вы не хотели, но вы оказываетесь в этом. Вы не хотели, но оказываетесь. Знаешь, когда ты сказал это, я увидел отблеск в Вавилонской башне. Да. Они пытались сделать это без Бога, потому что позитивное мышление, оптимизм или использование определенных принципов может заставить некоторые вещи произойти. Но когда Бог получает достаточно вашего неуважения и непослушания, Он просто закрывает это. Да. И это то, что происходит. Понимаете, Он... Он сказал вам, что это произойдет, что вы упрете с стеной. Верно. И есть некоторые люди, которые думали, что Бог, что невозможно, чтобы такое произошло. Я помню, как Глория дала мне то пророчество, которое произнес Чарльз Кепс. Оно служило мне много лет. Он был тогда на Гавайях. Он сказал, пути человеческие упадут, а пути Божьи поднимутся. И Он говорил, люди скажут, я делал это так долго. Почему это не работает сейчас? Потому что Божья рука сейчас на этом. Потому что Бог устал от этого неуважения и этого бесчестия. Когда люди ходят и думают, что они Бог, и что они могут сделать все, что хотят сделать, без уважения, бесчестия Бога, бесчестия святой, это последнее время. Бог, когда Он дал мне откровение «деньги приходят», и все остальные откровения, такие как «нет больше пустых рук», «я никогда больше не буду бедным», всё это пришло от откровения «деньги приходят». И Бог, вы понимаете, Бог сказал мне, что деньги приходят. Послание последнего времени. Это деньги с миссией. И это Евангелие может быть проповедано беспрепятственно и бесконтролирование любой силы, так, чтобы Иисус мог прийти. Это послание последнего времени, финансовое послание. Это послание последнего времени. Я знаю всем своим сердцем. Вы не смогли бы выбить это из меня. Я знаю, что это так. И всё выстраивается именно так, как я видел это, что пути мира рушатся. И вот что сказано в этом пророчестве. Люди с низкими доходами начнут давать, и они начнут давать с маленьких сумм. Но это будет идти выше, выше и выше, и затем они будут получать от своего даяния. И это поднимет их на другой уровень. И сказано, люди, пророчество сказано, люди, которые стоят высоко в финансовом мире, будут обращены, и финансы, которые есть у них, будут переведены в Евангелие. Они будут так благодарны возможности выйти из поддавления, и затем они начнут слушаться Бога. Как ты сказал, ты поднял руки вверх и сказал, «Бог, куда ты хочешь послать меня?» Есть люди, которые смотрят на сегодня, богатые мужчины, богатые женщины, которые смотрят на сегодня. И у богатых так же много проблем, как и у нищих, потому что богатые, они бегают и говорят, «Я убрал это, я должен убрать это». Куда уходят эти деньги? И если они вложат и в Божьи руки, это останется на месте и умножится. В Писании сказано, что благословимый Господь не обогащает, и печали с собой не приносит. Именно так. Но в 72-м Псалме сказано, «Нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство». Они процветают не в Боге, они процветают в этой вавилонской системе, под которой нет основания, в ней нет сути. Они благоденствуют веки сем, умножают богатство. Когда вы собираете, это вы собираете. Вы, тот, кто делает это, вы собираете скорбь вместе с имуществом. Да. Но если вы прежде всего ищете Царство Божьего и Его праведности, того, как и что делает Он, тогда все это будет приложено к вам. Вы не собираете. Да, приложено. Это приложено к вам. Он, Бог, сделает вас правителем. Он прикладывает это к вам, и это течет, как через фильтр. Скорбь по-прежнему остается в мире, и теперь имущество приходит в ваши руки. Да. И это приложено вам вместе с поручением. Да. Да, когда Бог, вы знаете Бога, аллилуйя. Если вы приходите к тому, что вы, вы не хотите принимать это поручение, Божье задание, тогда вы в беде. Я имею в виду в вашем мешке дырки, и все начинает высыпаться. Вы могли бы отдавать это, но это уйдет тем или иным. Но это уйдет. Наше время подошло к концу. Да. Первое, что я хочу сказать вам, и напомнить вам, что небеса не меняются. Они просто становятся лучше. Слово Божье не меняется, оно просто становится ярче. Оно никогда не устаревает. Иисус жив, и Он хочет и готов, и стабилен. Аллилуйя. Аллилуйя. А мирская система рушится сама по себе, потому что в ней нет никакой сущности. Вера является реальностью того, на что мы надеемся. Надеемся. Но мирская надежда находится на том же уровне, что и желание. Да. У нее нет реальности. Но благодарение Богу, хорошая новость в том, что Иисус никогда не становится слабее. Аллилуйя. Всегда сильнее. Аллилуйя. Это хорошо. Аллилуйя. Веди нас снова в этом, Лерой. После того, как Бог дал нам Слово или дал нам благоволение и дал нам Божественные инструкции, проявление не перейдет до тех пор, пока мы не начнем стремиться к выполнению нашей части в обетовании. И Бог сказал детям Израиля, «Я дам вам благоволение в глазах египтян». Но благоволение не может произойти, пока мы не будем следовать Божественным инструкциям. Поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели на это в 12 главе книги Исход в 35-36 стихах. Моисей принес Слово, «Но теперь время, чтобы народ Божий доверял Мужу Божьему и поступал по этому Слову». Итак, здесь в книге Исход 12-35 говорится, «И сделали сыны Израилевы, по Слову Божьему». Нет, по Слову Моисея. Потому что Моисей был носителем Слова Божьего. Когда мы с братом Копландом приносим Слово вам, мы получаем Слова от Бога и приносим это вам. Поэтому сказано, «И сделали сыны Израилевы по Слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему в глазах египтян, и они давали ему и обобрал он египтян». Мы с Лероем обсуждали это. И мы сделали перерыв несколько минут назад и провели исследование этого и посмотрели эти слова. Я слышал это в прошлом, и вы тоже. Видите, Бог сказал им пойти и взять в долг. Да. Прежде чем вы приступите к этому, вы не можете, беря взаймы, выбраться из чего-либо, только не согласно тому, что мы думаем. Брать взаймы. Различные слова с иврита переводятся как «брать в долг» или «давать в долг». Писание говорит, что должник и «слуга-заимодавца» на самом деле он раб-заимодавца. Проблемы с долгом и все такое. Совсем другое слово, чем слово, которое переводится как «брать займы». Оно означает быть соединенными вместе. Производное от этого слова на иврите значит быть опутанным этим. Это опутывание. Это так, словно вы попали в сеть, из которой вы не можете выбраться. Не можете выбраться. Совершенно верно. Это слово имеет совсем другое значение. Это было слово, которое означало «просьба». И здесь есть ссылка на это в первой книге царств 2.20. Да. Давайте просто откроем это и посмотрим на это. В первой царств 2.20 Это место, когда Самуил был приведен к Илью. И вы знаете, что мать Самуила просила Господа об этом ребенке. Да. Обратите внимание, что здесь сказано. 2.20. Отрак же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефот. Верхнюю одежду малую делала ему мать его. Когда она пришла со своим мужем, Ильи благословил их и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал, или который отдан, которого она отдала, Господу». И пошли они в место свое. В этом месте в моей Библии есть маленькая сноска у слова «отдал». Если вы посмотрите на комментарии, там сказано или «просьба, с которой она обратилась». Да. Это совершенно другое слово. Да. «Просьба, с которой она обратилась». И потом она отдала Господу. Она не отдала этого ребенка в долг Господу. Она не дала взаймы Самуила Богу. Она просила перед Богом. Бог ответил на ее просьбу. Это не брать у кого-то взаймы. Это просьба, которую она изложила перед Богом в вере. И она поверила, что она получила. Она стояла на Божьем слове. Бог почтил это. Она родила ребенка. И затем она отвела ребенка назад к Богу для служения. Почему? Это был данный Богом ребенок. И он был рожден на эту землю, чтобы служить Богу. Поэтому она отвела ребенка назад к Богу и сказала, «Бог просил моего ребенка». Она не отдавала своего ребенка ему в долг. Слово «брать займы», которое использовано в английском переводе, на самом деле вводит в заблуждение. И когда вы проверяете его источник на иврите, что мы с тобой сделали несколько минут назад, то мы можем видеть, что это совершенно другое слово, чем «брать займы» и становиться опутанным, становиться слугой. Это слово «просьба» или «просить» — это «по вере». Я знаю тебя, ты знаешь меня. У меня есть вера в тебя, а у тебя есть вера в меня. Я прихожу к своему соседу и говорю, «Лерой, мне нужно воспользоваться твоим прицепом на несколько минут, хорошо?» «Да, Кеннет, пойди и возьми его». Это просто между нами. Мы знаем и имеем доверие друг к другу. Я знал, что ты позволишь мне его взять, когда я попросил тебя. Конечно, конечно. Теперь давайте вернемся туда, где мы были в книге Исход. Давайте посмотрим, потому что это точно то же самое слово. И посмотрим, что происходит в стихе... 35-й. Да. Давайте посмотрим на третью главу книги Исход, когда это впервые было упомято. В немцы к тому, где Бог открыл им это. В 21-м стихе это то, согласно чего они поступили. «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Это то, о чем мы говорили ранее. Нет больше пустых рук. «Каждая женщина выпросит». Или возьмет долг, как сказано в английском переводе. Она не идет туда и не берет в долг. Она не просит у кого-то взаймы. Нет, нет. «Каждая женщина...» И тут стоит это же самое слово на иврите. «Просить» или «требовать», «выдвигать требования». Итак, можно читать следующим образом. «Она потребует» или «выпросит у соседки своей вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и оберете египтян». Или вы уйдете оттуда с тем, что есть у них. Да, я вижу это. Брат Копланд, я вижу. Давайте пойдем туда, где мы были. Я вижу это. В другое место писания. В другое место я вижу там. Они обращаются с требованием к благоволению Божьему. Да, потому что Бог сказал пойти и сделать это. Так что благоволение уже стало очевидным. С Божьей стороны, приготовление уже сделано. Так что когда они попросили, они предъявили требования под благоволением Божьим, которому невозможно отказать. Лерой, я не очень уверен. Давай откроем 12 главу книги «Исход» и вернемся к тому, где мы были. «И сделали сыны Израилевы», это 35 стих, сделали по слову Моисея. Что он сказал им сделать? Он сказал, пойдите к ним. Да. Итак, они пошли и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему. Милость народу Своему. Он не дал им благоволение прямо там. Он уже ждал. Все, что вам нужно, вы слушаетесь меня, я на готове с благоволением. Я дал это благоволение. Благоволение не было просто на них, оно было на тех египтянах, чтобы сделать это. Да. Без выбора. Он все устроил. Бог уже высвободил силу и власть. И все, что им нужно было сделать, это послушаться. Это просто живо и действенно во мне. Это была божественная операция. Да. И это было там еще до того, как они поднялись на то крыльцо. Все, что они должны были сделать, это выйти из своего дома и отправиться туда. Бог уже был впереди них с благоволением. И действовать верой. Да. И вера придала этому реальность. Никакого страха. Никакого страха. Я был рабом вчера, но я не раб сегодня. Да. Это то же самое. Это говорит не раб. Нет, нет, нет. Это кто-то, кого Бог коснулся и кому Бог дал инструкции. Знаешь, я верю, брат Коплин, когда это откровение расходится по радиоволнам. И на передачах люди слушают нас прямо сейчас. Бог говорит к ним. Я верю, так как они смотрят эту передачу. Божье благоволение приходит на их жизнь и делает вещи, которые они никогда не делали раньше. Фактически, я просто хочу проявить здесь смелость. Я хочу провозгласить финансовое благоволение над каждым человеком, который смотрит или слушает эту передачу. И я хочу, чтобы вы слушали Божий голос, размышляли над Божьим Словом и поступали согласно тому, что Бог говорит вам делать. Я слышал это достаточно сильно. И с тех пор, как я это услышал, как мужья и жены веры говорят это, ты думал об этом, я думал об этом, каждый, кто когда-нибудь слышал от Господа, думал, в этом нет никакого смысла. Это не было создано, чтобы приносить смысл, это было создано, чтобы приносить веру. Когда вы услышали вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, когда вы услышали это, это не принесло никакого смысла. Это не было создано, чтобы приносить смысл, это было создано, чтобы приносить веру. И в тот момент, когда они послушались, Бог завершил сделку, это начало переходить из того дома в этот дом. И это возвращает нас к слову, которое я сказал вам раньше. «Не слушайтесь плоти, и вы будете благословлены». Три раза я слышал это, молясь за эту передачу. Да, верно. Но не слушайтесь плоти, и вы будете благословлены. Поэтому если вы не собираетесь быть послушными плоти, вы будете послушны Духу. И если вы собираетесь слушаться, как вы думаете, они пришли бы туда, в домах тех людей по плоти? Они никогда бы туда не дошли? В мире чувств, они бы никогда не дошли. На самом деле, обычно... Что бы я подумал? При обычных обстоятельствах их бы убили за такую просьбу. Да, особенно в их собственном разуме. Они бы подумали так. Скажу тебе вот что, Лерой, давай посмотрим, что Библия говорит об этом. Тот же самый Бог, который сказал им сделать это, и они послушались, сказал им, «Пойдите и высмотрите землю. Я дал ее вам». Да. Тот же самый Бог. Тот же самый Бог. Который сказал это здесь. Сказал, «Я дал вам эту землю. Пойдите и овладите ей». Они послали двенадцать соглядатых туда, посмотреть на нее, и десять из них, вернувшись назад, сказали, «Они потерпели поражение своих чувств. Говорим вам, эта земля точно такая, как Бог сказал, но мы не можем это сделать». Они потерпели поражение своих собственных способностей. Они не поняли этого. Они не делали это по Слову Божьему. Единственное, два человека, которые смогли... Они стали боязливыми. ...и сусу на Венахалиф. Они сказали, «Пойдем и сделаем это». Если вы соедините эти две вещи вместе, я могу видеть, что было в их духе. Они говорили, «Вы что, шутите? Разве вы не помните, как те люди в Египте отдавали нам свое золото? А эти великаны ничем не отличаются от тех египтян. Послушайте, мы были их рабами, и они опустошили свои дома с улыбками на своих лицах. Мы видели, что вы идете, и они просто начали выгружать все то золото». И это то, для чего вся эта ревелонская мирская система открывается и готовится передавать. У вас есть благоволение Божье. На вас есть благоволение Божьего, имя Иисуса. Вы послушны Богу, и это просто потечет к вам. Оставьте естественное, и вы будете ходить в сверхъестественном. Они могли бы через 11 дней перейти реку и быть в земле, в обитованной земле, и хорошо жить, и великаны бы отдали им это. Да, да, потому что Бог уже проговорил. Бог сказал, «Я дам вам эту землю». Но они ждали 40 лет и так и не вошли. Точно так же Он сказал Иисусу Навину. Я думал об этом, пока ты говорил. Он сказал Иисусу Навину. Он сказал, «Иерихон был заперт». Никто не мог ходить в него, и никто не выходил из него. Господь сказал, «Смотри, Иисус Навин, я дал тебе Иерихон, отдал тебе Иерихон». Понимаете, понимаете? Так что это дух, это духовный мир. Вы должны действовать верой. Мы говорим, «Возри». Нет, нет, Бог пришел туда и сказал, «Смотри». Да, да, смотри. Смотри сюда. Да. Не смотри на них, смотри на меня, я здесь. Я даю это тебе. Это то, где мы находимся. В это время кризиса и голода, и недостатка, и ограничения, и все эти вещи происходят. Это время позволить Богу быть Богом. В Библии сказано, что очи Господни обозревают всю землю, чтобы увидеть кого-то, чье сердце совершенно направлено к Нему, чтобы Он мог сильно проявить себя для них. Аллилуйя. Вы можете увидеть, как в послании к евреям в 3 и 4 главах сказано, «Приди, сядь на престол благодати и успокойся. Зачем тебе потеть? Войди в покой». Боже мой. И Он говорил об этих ситуациях, когда Он сказал это. Да. И они пришли туда, были готовы перейти реку, и они не вошли. И именно это запутало их. И Его пример в 3 и 4 главах послания к евреям это то, что они сделали там. И они слушались Бога там, но они не послушались Его, когда они пришли к той реке. И те великаны были там. Знаешь, брат Коклот, когда мы служим этим словом, мы говорим о благоволении. О следовании за благоволением, о следовании инструкциям, которые Бог даёт вам. И вы не можете это делать в мире чувств. Вы должны делать это в духовном мире и действовать с помощью Духа веры. Я думал о 13 стихе 5 Псалма. Я чувствую раны в этой сфере жизни людей. Когда я знаю откровение, деньги приходят, и как люди могут быть финансово свободны, чтобы служить Богу в различных сферах. И некоторые могут подумать, что благоволение было только на детях Израиля, и что это было особое слово от Бога. Но есть слово в Псалме 5, 13. Слава Богу! Вы видите это? Ибо Ты благословляешь праведника, «Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Так что праведник, когда мы говорим, а мы говорим об этом благоволении, Господь напомнил мне этот Псалом и напомнил это местописание мне. Мы окружены благоволением. Это было просто, знаете, позволить Богу сказать то, что Он хочет сказать нам. И сделать то, что Он сказал. Никто не может остановить верующего. Принятие от их Отца того, что у Отца есть для них, потому что мы окружены благоволением. Если вы слушаетесь Бога и делаете то, что Он говорит, и успокаиваетесь в этом. Успокойтесь в этом. Знаешь, в 2008 году нас атаковали со всех сторон. Новостные средства массовой информации набросились на нас и многое другое. Знаете, подобное ослепляет вас. Не начинайте просто говорить все подряд. Будьте тихими. Не делайте этого. Да. Ждите. Ждите. И не влезайте в эту проблему. Не входите в спад. Не входите в атаку. Войдите в покой. Просто будьте тихими. И не говорите ничего. Будьте медленны на слова. И просто сядьте перед Господом и скажите, хорошо? Быстры на слушание. Медленны на гнев. Я говорю о слушании Бога. И кое-что из этого может так разозлить вас. К вам приходят какие-то плохие новости о том, что вы здесь построили, вы вложили много денег в это. И кто-то украл их, или сбежал с ними, или сделка провалилась. Это все приходит от дьявола. Это то же самое. Он пытается заставить вас отойти от вашей веры и перейти к чему-то еще. Духи самоубийства в действии. Они идут рука об руку с такими вещами верно. Они делали это в 1929-м и 1930-м. Люди бросали с крыш зданий. Да, да. И не обязательно как Божье дитя. Бог знает. Простыми словами, Бог знает ваш номер. Да. И применяйте свою веру. Ожидайте от Бога. Как сказал брат Копленд, если вы не знаете, что говорить, пусть кто-то другой говорит за вас. Вы ничего не говорите. И Бог разбирается с этим. Вы полагаете ваше полное упование на Бога, не на систему. Это должно было прийти. Это должно было прийти, да. Это должно было прийти годы тому назад, когда я впервые начал служить этим посланием очень сильно в теле Христовом. Было много сопротивления. И Господь открыл мне, день придет, когда люди будут слушать. Им придется слушать. Им придется. И Бог... Это похоже на то, словно из-под вас выдергивает ковер. Это ковер. Этот временный, поддельный ковер, по которому вы ходили и думали, что у вас была стабильность. Этот ковер был выдергнут из-под самых... тех, кто думал, что они были самыми умными людьми в мире финансов без Бога. Это как тот богатый фермер, знаете? Бог говорит, «Глупец, душа твоя призвана на суд». Да. И он не знает, что делать. Он хочет построить еще больше амбары. Он хочет построить еще больше и больше амбары. Еще больше амбары. Не время строить еще больше амбары. Время получать откровения от Бога, следуя за Божьим благоволением. Мы говорили о следовании Божьим инструкциям, и я думаю, что был очень ясный прорыв в том, что значит слово «брать взаймы». Да, я слышал, как люди использовали это в качестве отговорки. Ну, понимаете, я собираюсь... Бог собирается дать мне благоволение, и я иду в тот банк, и я собираюсь взять там деньги, Нет, потому что они словят вас на крючок. Нет, это не то, что здесь подразумевал. Совсем не то. Да, возвращайтесь назад. Это так, как они говорят. Знаете, что Бог спустил дьявола на Павла, жалоба плоти, чтобы защитить его от гордости. Боже мой, это все равно, что поставить собаку, сторожить мясо. Это не будет работать. Нет, нет. Вы не можете вернуться к той же самой системе и получить избавление, свободу. Нет. Нет. Избавление у Бога. Да. В Его Слове, в Его пути, в Его воле. Все время. Все время. Хорошо. Мы говорим сейчас о том, что нет больше пустых рук. Мы начали с обетования Божьего, мы перешли к плану Божьему, мы поговорили о цели, почему не должно быть пустых рук. Мы сказали, что процветание — это божественная, отличительная черта распорядительства. Вчера мы говорили о следовании за Божьим благоволением через исполнение инструкций. И Брад Копланд проделал прекрасную работу, объясняя, какое значение Слово одалживать несет для нас, как для верующих. Сегодня я хочу, чтобы вы открыли в ваших Библиях книгу Еремии 33.9 и Псалом 34.27. Я хочу поговорить о том, что в этом откровении нет больше пустых рук. «Бог удовлетворён, когда наши руки наполнены». Это хорошо. «Бог удовлетворён, когда наши руки наполнены». В Псалме 34.27 в одном из переводов сказано, «Да восклицаю с радостью и будут рады те, кому угодно, моё правое дело». Да, пусть они говорят постоянно, «Да будет возвеличен Господь». Смотрите на это последнее утверждение. «Который наслаждается процветанием своего слуги». И затем в Еремии 33.9 Нужно двигаться чуть-чуть быстрее, потому что есть много хороших вещей, которые я хочу сказать. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли. Им нужно видеть вас благословенными, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся и затрепещут о всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Так что Бог удовлетворён, когда ваши руки наполнены. Давайте поговорим немного о голоде и спаде, спаде экономики, потому что последние несколько месяцев нам многое пришлось пережить. Говоря о спасательных мерах, единственные спасательные меры, которые мы можем получить, они от Бога. Бог единственный, кто может на самом деле действительно вывести нас, потому что человеческий путь, самосохранение, человек заботится о самом себе. Если вы берёте взаймы или берёте кредит, люди на самом деле не заботятся о вас, они заботятся о самих себе, и вы становитесь их рабом. Поэтому давайте посмотрим книгу «Бытие» 26.1. Мы поговорим о голоде и о спаде. В «Бытие» 26.1 сказано, «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошёл Исаак к Авемелеху, царю филистимскому, в Герар». Итак, вот голод. Что делать во время голода? Что делать во время спада? Что делать, когда мирская система рушится? Откровение того, что нет больше пустых рук, говорит высвободить ваши семена, высвободить ваше семя. Поэтому в «Бытие» 26.12 мы видим, что хотя там был голод, в «Бытие» 26.1, но Исаак сел в той земле. Когда сказано «в той земле», говорится «в той земле», где был голод. Где был тот голод. Да, верно. Знаешь, Лерой, прямо там, в самом начале, первое, что он сказал ему, «не беги, не пытаясь убежать куда-то еще, просто будь спокоен и делай то, что я говорю тебе». Потому что, что бы ни случилось, вы не сможете с этим справиться нигде без послушания Богу. Если вы послушны Богу, вы можете... Это то, что он пытался сказать. Это хорошее слово. Не подпрыгивай и не беги в Египет. Не беги туда или не беги сюда. Просто войди в мой покой и делай то, что я говорю тебе делать. Я помню это в одном из аспектов моего служения. Я был в Дарроу, маленьком сельском городке. Я помню, как ты приехал и ты пророчествовал. Через Слово Божье Бог расширит это место, когда ты был у меня. Это произошло точно так, как ты сказал. Но я собирался уехать и перенести церковь к Южному университету, поехать туда и взять с собой церковь. И Слово от Господа пришло ко мне и сказало, «Я благословлю тебя здесь». Так что дело не в том, где вы, дело в том, кто вы. Это вполне может прийти. Вы просто говорите, «Господь, что ты хочешь, чтобы я делал?» Да, да. «Я не собираюсь убегать. Куда мне идти? Я иду к тебе». И будьте спокойны. И Он может сказать вам, «Ты нужен мне вот здесь». Или еще что-то. Чтобы Он не сказал, «Делайте это». Делайте это. Когда ты сказал, «Будьте спокойны», я подумал, «Остановитесь и познайте, что я Господь». Скажу вам, человеку нужно это слово сегодня. Вам это нужно. Если вы обеспокоены в сердце, вы смущены, вы страдаете, вы озабочены, вы беспокоитесь о своей семье, вы беспокоитесь о ваших детях, вы даже беспокоитесь о выборах. Выборы — это не ваш ответ. Ваш ответ — Бог. Божье Слово, Божья Воля, Божий Путь. Бог позаботится о вас. Именно поэтому Он побудил меня написать эту книгу «Нет больше пустых рук», чтобы вы узнали, что Бог даст вам наполненные руки с определенной целью. Возложите все ваше упование на Бога. Аллилуйя. В Библии сказано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Я благословляю вас сегодня. Брат Коплан благословляет вас сегодня. Мы в вашем доме, мы в вашей машине, где бы вы ни были прямо сейчас, чтобы высвободить благоволение и благословение и помазание и истину и благость и милость и благодать Божью для вас, вашего дома, вашей семьи, ваших детей, ваших внуков, для вашего бизнеса. Все, к чему вы прикладываете вашу руку, как человек Божий, мы провозглашаем благословение на вас сегодня и говорим вам, что Бог не может потерпеть поражение, Бог не подведет, Бог никогда не подводил, Бог никогда не терял управление, Он всегда контролирует все. Вам просто нужно держать свои уста закрытыми. Не повторяйте слова ужаса, сомнения, неверия и страха, которые вы слышите от мирской системы. Говорите только Слово Божье. Полагайтесь на Слово Божье. В Библии сказано, что Слово Божье никогда не возвращается тщетным. Оно преуспевает в том, что Он послал его сделать. И Слово Божье по-прежнему преуспевает, когда вы его говорите, верите в Него и поступаете на основание Его. Здесь в Бытии 26.12 посреди голода и спада вам нужно высвобождать ваше семя. Сказано, что «И сеял Исаак в земле той и получил». Он сеял и получил. Сеял и получил. В тот год ячменя вас сто крат. Так благословил его Господь. Так благословил его Господь. Когда Господь благословляет вас, не имеет значения, что происходит вокруг вас. Не имеет значения. Бог не нуждается. Не имеет. Богу не нужны хорошие обстоятельства, чтобы благословить вас. Богу не нужна хорошая атмосфера, чтобы благословить вас. Богу не нужно хорошее время, чтобы благословить вас. В действительности, Бог действует лучше в плохие времена, потому что мы больше смотрим на Него. И такова реальность. Это положение сомнений и неверия, и страха для тех, кто не знает Бога. Но вы знаете Бога. Доверяйте Ему. Проводите время с Ним. Прославляйте Его. Размешляйте о Слове Его. Молитесь в Духе. Назидайте себя в Духе, и Бог даст вам Божественное руководство. Некоторые вещи должны быть удалены, чтобы вы перестали полагаться на Ним. Вы услышали это? Некоторые вещи, которые раньше для вас срабатывали, должны быть удалены, чтобы вы могли перестать полагаться на Них. Я сказал довольно давно мужьям и женам Божьим. Знаете, я благословляю правительство. Господь сказал нам молиться за лидеров. Я молюсь за лидеров, но мое упование не на лидеров. И Бог хочет, чтобы наше упование было ни на ком другом, брат Копланд, кроме Него. И нам нужно поддерживать наше упование на Бога. Этот человек сеял во время голода точно такое же, как это время спада. Вы должны найти хорошую почву и посеять ваше семя, и славить Бога, и ожидать Божественного руководства. В Бытии 26, 13-14 я записал эти слова. Вы найдёте это в книге «Нет больше пустых рук». Жатва во время спада, жатва во время голода. В Бытии 26, 13 сказано, «И стал человек в той же самой земле голода, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше и больше до того, что стал весьма великим». в 14-м стихе сказано, «У Него были в земле голода». Да. Потому что Он высвободил Своё семя. Ни у кого другого ничего не было. В 14-м стихе сказано, «У Него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать Ему». Конечно же, завидовали. Ни у кого другого ничего не было. Они спрашивали Его. Они спрашивали Его. Они собрали собрание, городское собрание. Они собрали городское собрание. И они позвали Исаака на то собрание. И они сказали Исааку, «Уходи от нас, потому что ты слишком велик. Это время для Бога, чтобы явить себя Синим». Разве не глупо было с их стороны поступать так? Да, они нуждались в Нём. Но это точно так же, как люди смотрят на это. Они не полагаются на помазание. Они хотят полагаться на что-то ещё. Вы должны признавать благословение. Вы должны признавать, когда кто-то помазан. Вы должны признавать, когда кто-то применяет Слово Божье и присоединяться к ним. Это так же, как и все твои партнёры. У твоих партнёров есть... Я признаю то, что есть на тебе. Именно поэтому я присоединялся к тебе. Твои партнёры присоединяются к тебе. Твои партнёры действительно... Они получат письмо от тебя. Они получат пророчество. Они получат Слово от тебя посреди всего этого. И оно не будет основано на голоде. Нет. Оно будет основано на Слове Божьем. Это будет основанное на слове откровения, понимания, инструкция, руководство. Вот почему хорошо присоединяться к кому-то, кто уже прошел туда, куда вы пытаетесь пойти. Это по-библейски. Лерой, то, что ты только что закончил говорить, было прямое служение Духа Святого на этой передаче, обращенное к людям, которые возьмут это и будут послушны этому. Люди, которые скажут, это мое, я принимаю это сейчас. Это так же верно и сильно, как когда приходит помазание исцеления и, скажем, кто-то принимает исцеление от той или иной немощи. Совершенно верно. Это в той же самой сфере. Когда ты заканчивал, я услышал это. Это та же самая 26 глава книги Бытия, где Бог сказал Исааку, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле». Странствовать, означает ходить по ней так, словно он владел ею. Не позволь этому беспокоить тебя. Ты беспокой это. Да. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всей земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Да. Да. Что это значит для тебя и для меня? Ну, брат Копланд, это чудесно, но что это значит? Что это значит, когда фондовый рынок рушится? Что это значит, когда они говорят мне, что кто-то умер? Что это значит, когда я получаю мое направление на шесть месяцев раньше срока? И теперь мне нужно ехать в Ирак и встречаться со всем этим? Послушайте, что он сказал. Странствуй по сей земле. Возьми власть прямо там, где ты есть. Не бросай все и не беги. Слушай Бога. Итак, Что Бог исполнил? Он сказал, Я исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Точно. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. С Авраамом. Да. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву, что включает все поражения, всю нищету, всю болезнь, все немощи, все войны, все такое. Дабы благословение Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Аллилуйя. То же самое обетование. Да. Тот же самый ответ. Ничуть не изменился. Он по-прежнему исполняет то же самое. Клятву, которую он клял с Авраамом. И тяжелые времена, во времена, которые кажутся трудными, во времена, когда человеческие пути подвели. Как я сказал раньше, Бог никогда не подводит. Инструкция здесь такова. «Сеющие руки никогда не будут пустыми». Да, и ты говоришь о том, как он сказал. Я не хочу, чтобы вы были с пустыми руками. «Сеющие руки никогда не будут пустыми». Он умножает ваше семя и затем приносит рост. Во втором послании Коринфянам 9.10, дающий же, в другом переводе говорится, что он не дает. Бог служит семенем вам. Что это значит? Что он служит вам семенем. Это семя несет инструкции с собой. Это семя несет с собой руководство. Так что он не просто. Бог не просто дает нам семя. Бог, который служит семенем, «Сеющима и дает хлеб пищу, подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей». Помните это? «Сеющие руки никогда не будут пустыми». Вот почему Бог сказал, «Нет больше пустых рук». Потому что если ваши руки, а он не хочет, чтобы вы приходили перед ним с пустыми руками, потому что вы крадете у него право проявить в вашей жизни то, что он хочет, чтобы у вас было. Вы должны быть сеятелем. В притче 8.21 в Библии говорится о том, что существенное благо наполняет их руки. Притче 8.21 «Чтобы доставить любящим меня существенное благо и сокровищницы их, я наполняю». Затем мы читаем в Бытие 13.1.2, там говорится о том, чтобы быть очень богатым. Сказано, «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». И мы знаем, в 14 главе Бытия, когда они вернулись с той битвы, они хотели дать Аврааму часть добычи. А Авраам сказал им, «Нет, нет, я ничего не хочу, потому что я не хочу, чтобы кто-то из людей говорил, что он сделал меня богатым. Он свидетельствовал о том факте, что Бог сделал его богатым, и он хотел воздать Богу славу. Так что Бог делает людей богатыми. Благословение Господне обогащает, и печали с собой не приносит. Но вместе с этим есть приказ. Павел приказывал Тимофею, я заклинаю тебя». Это очень важно. Да. Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они не высоко думали о себе. В мирской системе люди, у которых нет управляющего, их жизнью, они просто не могут не стать высокомерными. Вещевая, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, и были готовы давать, и готовы раздавать. Но он сказал, «Бог, который даёт нам всё обильно для наслаждения». Часть наслаждения в том, чтобы давать из этого. Да, это начало. И просто ездить на этом. Давать из этого. Господь проговорил ко мне однажды и сказал мне отдать тебе мою машину. Да. Ты помнишь, когда это было? И у меня эта машина была всего несколько дней. Я сказал, «О да, Господь, слава Богу». Я думал об этом так много раз. Те собрания, на которых мы были, 30 дней славы. О, слава Богу. Там были некоторые вещи, которые Бог сказал записать на видео и записать на бумаге. Да. Я никогда не забуду эти собрания. Я думал об этом так много раз. Этот определённый тип машины. Мне она нравилась очень долгое время. И мне очень хотелось иметь такую машину, такого цвета. и трудно было найти её в таком цвете. Да. И она мне нравилась. Я наслаждался этой машиной. Я садился в эту машину и говорил ему, «Иисус, это чудесно в моих глазах. Спасибо тебе, Господь. Ты дал мне эту машину. Она мне нравится. И ездил на ней». Да. Спустя всего несколько дней Господь сказал, «На этом собрании». Он сказал, «Прежде чем Лерой поедет назад, я хочу, чтобы ты отдал ему эту машину». Да. Я так и сделал. Я думал, «Мне нравилось управлять этой машиной». Но мне не было так весело её водить, как мне было весело её отдать. Я знаю, я радовался. Я был так восхищён этим. Я радовался. В этом-то всё и дело. Если бы у меня по-прежнему была та машина, она уже была бы старой, смотрелась бы смешной и так далее. Потому что это было давно. Да. Давно. Года тому назад. Года тому назад. Но я всё ещё наслаждаюсь тем, что я отдал её. Это длилось во мне всё это время. И я думаю об этом иногда, что, «О, это было приятно». И вы думаете о тех семенах, которые вы посеяли. И он даёт вам всё обильно для наслаждения. Я наслаждался её управлением. Я наслаждался отдавая её. И я наслаждался урожаем, который я получил от этого. Сеянием. Ничто не сравнится с сеянием. Знаешь, я купил то же самое. Я купил новый мотоцикл, «Хонда Голден Уинг». Я поставил все хромированные детали, которые только можно было поставить. Я сделал его таким, как надо. Я проповедовал, и пожилой человек в моей церкви, он разбил свой мотоцикл. Я проповедовал, и я услышал, как Бог сказал, «Отдай Джорджу этот мотоцикл». И вы можете услышать это в записи. Я сказал, «Бог, тебе придётся сказать это мне ещё раз». Знаете, что он сказал в следующий раз? Он сказал, «Джордж, в действительности, Лерой, я не играю с тобой. Если ты собираешься двигаться со мной, я не буду говорить тебе целое предложение». И я пошёл и сказал сыновьям взять тот мотоцикл и пригнать его в церковь, и отдать его Джорджу. Я сказал, «Джордж, это твой мотоцикл. Вот, забирай мотоцикл». Да, приехал на нём в церковь. А в то время я ввёл переговоры относительно Citation 3, моего третьего самолёта, и переговоры были сложными. И как только я отдал тот мотоцикл, это всё прорвалось. Я получил тот самолёт через две или три недели. Это никак не связано с миром? Никак не связано с их системой? Никак не связано с их идеями? Нет, конечно. И чем-то ещё? Нет. Но знаете, я быстро изменился, потому что когда я узнал о том, что он действительно хочет, чтобы я отдал тот мотоцикл, я отдал его без неохоты. Я обрадовался. У тебя уже был приказ. Будь готов раздавать. Будь готов отдавать. Да. Да. Отпусти это. Это защищает тебя от алчности и любви к деньгам и вещам. Совершенно верно. Верно. Вы должны прийти к этому. Вы должны прийти к этому. И вот почему вам нужно пройти процесс, систему возрастания, чтобы подняться на определённые уровни в богатстве или процветании, или умножении, потому что вы должны быть не привязаны к вещам. Если ты не можешь быть послушен с мотоциклом, что, как ты думаешь, ты будешь делать с реактивным самолётом? Точно. 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 Потому что ты не должен жаждать иметь этот самолёт так же, как и тот мотоцикл. Точно. Должен отпустить его, если Господь сказал отпустить. Да, верно. И я сделаю точно то, что он говорит мне. Если вы не можете справиться с мотоциклом, с машиной, с самолётом... У меня есть партнёр, мой друг. И его задело, когда я получил самолёт. Господь сказал, если один самолёт беспокоит тебя, как я смогу доверить тебе авиакомпанию? Я хочу давать людям авиакомпании, бизнес, банки. Я каюсь. И он сказал, «О, Боже, о! Я каюсь. Прости меня, я каюсь». Но это система. Система, верно ли, Рой? Да. Это то, как это работает. Да. Бог никогда не просит вас отдать что-то, если Он не пытается отдать вам что-то лучшее. Бог преподал мне этот урок. Он сказал, «Я поделюсь с вами тем, что Он сказал». Он сказал, «Я никогда не прошу тебя отдать что-то, если я не пытаюсь принести тебе что-то лучшее». Ему не обязательно было говорить мне это. Его Слово говорит мне об этом всё время. Да, оно говорит. Но Он просто сказал мне это, чтобы я никогда ни за что не держался. Он обеспечивает их. Он обеспечивает вас. Это то, как Он действует. Бог не играет в азартные игры. Когда кто-то выигрывает, а кто-то теряет. Нет. Мы все выигрываем в этой системе. И наше время подошло к концу. Боже мой. Боже мой. Знаешь, Лерой, много лет назад ко мне пришло слово от Господа. Фактически, ему пришлось отчитать меня за это. Он исправил меня. И он сказал, «Сделай каждую пятницу днём пожертвований. Каждую пятницу на передаче «Поведоносный голос верующего». И он дал мне это местописание шестой главы послания Галатам. «Наставляемый словом делись». Или «Отвечай» и реагируй на послание, которое преподано. «Всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь. Если человек говорит, «Видите, всё, чего этот Лерой и этот Копланд хотят, это ваши деньги». Они проповедуют всю неделю, и потом они хотят ваши деньги. Нет, нет, нет. Понимаете, вы ругаете не Лерой и меня. Вы ругаете Господа. Вы ругаете Бога. Вы ругаете Господа. Потому что мы, Он, Я. Да. Мы просто доносим это, понимаете? Вы ругаете Бога. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. Пожнёт. Ты говорил об этом раньше на этой неделе. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тление». Тление. Если вы продолжите обращаться к другим голосам и другим планам, и слышать, и у них всегда есть планы, представления о вашем будущем. Но если вы будете продолжать это делать, вы будете продолжать пожинать то же самое. Совершенно верно. Это будет раздуваться и выглядеть хорошо. А потом потерпит крах. Это будет раздуваться, выглядеть хорошо, а потом потерпит крах. «Но сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечную». Зоэ на греческом. Жизнь Божью. Иисус сказал, «Я пришёл, что вы имели жизнь, Зоэ, жизнь Божию, и жизнь с избытком». Сложно сказать это по-английски. Она называется «жизнью вечной». Единственное, как я смог выразить это в своём собственном сердце, это то, что делает Бога Богом. Это живёт внутри Него. Когда вы отвечаете, реагируете на проповеданное слово, и оно попало в ваши уши, и ваши глаза, и ваши уста, и оно опустилось в ваш дух, затем вы реагируете и отвечаете, и сеете что-то, вы отдаёте что-то, тогда это высвобождает жизнь в вашем духе, и теперь это становится вашим. Это слово становится вашим. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей по всему миру. Пожалуйста, Отец, открываем, что бы ты хотел, чтобы они делали, отвечая и реагируя на то, что они услышали на этой неделе. Спасибо, Госпож. Что высвободит их и поможет им твёрдо двигаться в этом. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Если вы живёте за пределами Соединённых Штатов, вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Ваше пожертвование остаётся в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Начните действовать. Будьте частью хорошей церкви. Если вы будете в Лузиане, вы знаете, куда идти. Христианский центр слова жизни в городе Даруштадт-Лузиана. Слава Богу. Спасибо тебе, Лерой. До встречи. Мы с вами увидимся на следующей передаче. И помните, Иисус Господь. Господь.